Если лечебница сия, благодатью и святаго духа, в троплении воды и священное, во имя Отца и Сына и святаго духа. Число новых онкобольных, к сожалению, увеличивается с каждым годом. И старое здание уже не могло оказать помощь всем нуждающимся в лечении. Строительство нового медучреждения подарило шансы многим больным. Это открытие ждали 40 лет, говорит главный врач больницы Иван Мушуров. Мы были ограничены раньше койками реанимации. У нас всего-навсего 6 коек было реанимационных. То сегодня 17 реанимационных коек и 12 коек пробуждения. Что это значит? Это значит, что мы можем сегодня более тяжелые, сложные операции делать. И у нас есть возможность выхаживать этих пациентов. Ведь одно дело прооперировать, но очень важно еще и правильно выхаживать в постоперационном периоде. Мы сегодня имеем возможность оперировать и резекцию делать не одного, а до шести органов. Именно сегодня такие возможности у нас есть. И оборудование самое главное для этого есть. У нас сегодня в онкодиспансере мощнейшее диагностическое оборудование. 5 компьютерных томографов, 2 магнитно-резонансных томографов. Мы сегодня очень хорошо оснащены для лучевых методов терапии. Сегодня 6 каньонов, 6 линейных ускорителей современных, которые сегодня проводим мы вот эти методы лечения на самом современном уровне. Онкодиспансер вышел на новый уровень. Здесь делают 50 операций в день. Иван Мушуров, главный врач онкодиспансера, считает, что помощь Божья помогает и больным, и врачам. Сегодня мы лечим скальпелем, лекарственную терапию проводим, химиотерапию, таргетную терапию, иммунотерапию, гормонотерапию, лучевые методы. Но очень важна вера. Вера в Бога, вера в выздоровление, в конце концов. Нужно обязательно объединиться сегодня и врачу, и самое главное еще, тоже немаловажно. Ведь это событие для нашего коллектива. Ведь еще в каких руках находится этот скальпель или эта таблетка, да? И если с верой дать эту таблетку или прооперировать пациента, Не случайно, ведь история знает, таких великих хирургов, как Война Ясенецкий, да, архиепископ Плука в свое время, вот именно с верой он оперировал. Митрополит Воронежский-Лискинский подарил онкодиспансеру икону Божьей Матери «Все царица». Именно ей молятся онкобольные. Мы об этом сегодня молились, молились о здравии и спасении всех, кто принимал участие в созидании лечебницы, Всех, кто строил ее, и всех, кто будет работать здесь, и всех, кто будет лечиться в ней. Всем Господь бы дал свою милость и каждому дал бы здоровье и благословение. Мы в это тяжелое время совершаем вот это вхождение в эту больницу. И это свидетельствует о том, что наше правительство заботится о здоровье наших граждан и находит те огромные средства, которые необходимы для того, чтобы созидать такого качества лечебные учреждения. Пациенты онкодиспансера сравнивают свое лечение в старом корпусе и здесь, в новом. Разница, конечно, заметная. Условия были в старом корпусе немножко другие. Конечно, стесненные. Здесь замечательно. Все хорошо. Для больных просто слов нет. Уже со 2 ноября в хирургическом корпусе онкодиспансера начнет работать школа онкологов и радиологов. Федеральные специалисты будут передавать свой опыт нашим врачам.